Господи, этот день настал. Собрался с силами. Пошел за цветами. Цветы капец дорогие. На улице холодно, мрачно. Посюда недовольные мужики. В общем, весна. Пришел домой. Настя уже проснулась. Подарил ей цветы и телефон. Она начала прыгать от счастья. Начала танцевать со мной. Я это ненавижу. Надо терпеть. Сегодня праздник. Я обещал приготовить ей завтрак. Начал готовить. Порезал лук, порезал грибы, порезал руку и стол. Надо терпеть. Сегодня праздник. Позвонила бабушка. Спросила, почему я ее не поздравил. Но только в 8 утра. Я бы чуть позже поздравил. Для бабушки это не аргумент. Начал ее поздравлять. Пожелала мне больше, чем я ей. Завтрак подгорел. Неловко. Выкинул ведро. Решил сделать свою короночку. Пельмень. Зато от души. Настя удивилась. Я занервничал. Она сказала, что это мило. Нарисовал кетчупом сердечко. Капец я романтик. Потом Настя сказала, что хочет гулять. Я вообще не хотел гулять. Она начала собираться. Сказала, что я тоже собирался. Я оделся. Она еще красилась. Надо терпеть. Она начала выбирать наряд. Начала спрашивать, какого цвета платья на картинке. Мне хотелось убежать. Я сказал синее. Она сказала, что белое. Я согласился. Господи, с кем я живу? Мы вышли. Она сказала, что хочет быть. Я сказал, что у нее дома есть букет. Она посмотрела на меня. Надо терпеть. Купил цветы. Настя довольна. Она устала их нести. Теперь я несу цветы. Прошли тющий мост. Это хана. Сейчас начнет искать наш замочек. Я сказал, что замки грязные. Настя искала замочек. Запачкала все руки. Не нашла. Расстроилась. Пришлось обещать, что подцепим новый. Пошли дальше. Я купил мороженое. Она довольна. У нее упало мороженое. Мне пришлось отдать свое. Неприятно. Пошли дальше. Настя захотела на колесо. Что-то я ссыкую. Сказал, что это дорого. Пошли к морю. Начали запускать небесный фонарик. Она захотела подпалить сама. Я возразил. Она сделала грустный вид. Я не удержался. Она начала поджигать. Она его сожгла. Бабки на ветер. Ладно. Восьмое марта. Настя решила сделать селфи. Я попытался морозиться. Ничего не получилось. Мы сфоткались один раз. Два. Три. У нее устала рука. Она сказала, чтобы я фоткал. Мать твою. Надо терпеть. Предложил пойти домой. Согласился в сорок первый раз посмотреть Титаник. Настя захотела романтики. Купили свечи. По-моему, у меня для машины свечи дешевле. Заказали пиццу. Кушаем при свечах. Смотрю, как горят мои деньги. Фильм закончился. Настя уснула у меня на руках. Вот и закончилось восьмое марта. И сотни тысяч мужчин по всему миру вздохнули с облегчением. Сотни тысяч женщин уснули от приятной усталости. Короче говоря, с восьмой марта вас, дорогие женщины.